Что скрывается за щедростью микрофинансовых организаций, как не поддаться на уловки мошенников с банковскими картами и вернуть деньги за некачественный товар, приобретённый в интернет-магазине? Таких вопросов у россиян с каждым годом становится всё больше, подтверждают в Роспотребнадзоре. Жертвами обмана становятся не только пенсионеры, но и вполне обеспеченные люди. На семинаре по повышению финансовой и потребительской грамотности правозащитники, специалисты банковской сферы и Роспотребнадзора на примерах разобрали ситуации, в которые чаще всего попадают люди. Круглый стол, который расширил аспект знаний граждан на предмет того, что всё-таки их права нарушаются и как уберечь себя от того, чтобы попасть в ту ситуацию, которая нежелательна для человека и гражданина как потребителя. Это и в части выдачи кредитов, это и в части вручительства, в части оказания услуг той или иной организации конкретным гражданам. Это достаточно в части приобретения лекарственных форм, продуктов питания. В 1992 году вышел закон о защите прав потребителей. За это время он был значительно доработан и дополнен статьями о микрофинансовых организациях. О подводных камнях в море кредитных предложений рассказали представители банковской сферы. Это очень серьёзная проблема сейчас. То есть люди до конца не понимают, вроде деньги можно получить, да, перехвачу, потом как-то погашу, ладно, там чуть-чуть пение набежит. Там не набежит чуть-чуть пение. Там набежит очень много штрафов. Соответственно, очень внимательно надо с этими микрофинансовыми организациями обращаться. Чем отличаются кредитные карты от дебетовой и зарплатной, откуда возникают по ним долги, как не испортить кредитную историю и противостоять мошенникам, и что ни в коем случае нельзя произносить по телефону, подробности говорили те, кто эти кредиты выдает. Чётко людям пояснили, что кредитная карта, которая даёт и возможность, но которая и приносит определённую и достаточно жёстко-жестокую степень ответственности гражданина при пользовании ей или не пользовании ей. Пострадавшие не останутся наедине со своей проблемой. В России начала действовать горячая линия Роспотребнадзора. Позвонить на неё можно бесплатно и получить консультацию по разным вопросам в области защиты прав потребителей. Помогут составить претензию или исковое заявление в суд. Я хотела бы даже порекомендовать и людям пожилого возраста интересоваться законами, интересоваться вообще в целом теми нарушениями, теми мошенническими действиями, которые происходят вокруг нашего пенсионера. Без изучения и знания закона у нас правовое государство, мы не можем двигаться дальше, невзирая на возраст. В прошлом году экспертами территориального отдела Роспотребнадзора было обработано 1700 письменных обращений жителей, из которых более половины содержат сведения о нарушении прав потребителей. Поступило 1703 письменных обращений, из которых 1057 были только на нарушение прав потребителей. Значит, в структуре это на 85 обращений больше, чем в 2017 году. Количество обращений увеличивается. Структура обращений в равных долях состоит из претензий на работу объектов розничной торговли и сферы услуг. Проверки предпринимателей и юридических лиц проводились на основании официальных жалоб покупателей. Большинство обращений удалось урегулировать без лишних усилий. В отдельных случаях эксперты Роспотребнадзора помогли составить претензии и иски. Ведь именно правильно составленные претензии или иск – залог успеха в разрешении конфликта. Это ещё один совет, который дали специалисты накануне Всемирного дня защиты прав потребителей.